Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о гордости коллекции Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина, о единственном сохранившемся орле 17 столетия, который украшал главную башню Саранской крепости. Итак, вот этот экспонат, он совершенно уникален. Как известно, в 1935 году орлы со всех башен Московского Кремля были сняты, а затем уничтожены. И точно так же поступили большевики и с орлами, и с сохранившимися шпилями, которые изображали символы самодержавия, поверженного самодержавия в других городах. И только чудом уцелел орел, который украшал шпиль Саранской Спасской башни. Так как же это произошло и почему? Все дело в том, что в городе существовала легенда, что данного орла вместе с крестом подарил скиту, который располагался на месте будущего города Саранска, якобы Иван Грозный во время своего похода на Казань. Однако, если мы с вами всмотримся в данного орла, то мы, конечно же, сможем с вами увидеть и, обратившись к Геральдике, понять, что во времена Ивана Грозного герб государства российского был несколько иным. А именно, если говорить вкратце, то двуглавый орел, как государственный герб, приходит к нам при Иване Третьем, при деде Ивана Грозного вместе с Софьей Палеолог. Когда Иван Третий женился на племяннице последнего византийского императора и вместе с ней в Москву пришел и старый герб Византии, двуглавый орел. Но тогда у двуглавого орла крылья были опущены и в лапах не было ни скипетра, ни державы. Также над каждой головой было по короне и сверху не было общей короны. При царе Федоре Иоанновиче между двух голов появляется восьмиконечный крест и далее идет развитие. Сначала крылья были опущены вниз, затем крылья стали распростертыми. И только при царе Алексея Михайловича в начале 1650-х годов герб приобретает тот вид, который имеет сейчас. Крылья орла становятся распростертыми и в одной лапе появляется скипетр, другой — державы. И впервые подобный вид герба запечатлен на документах 1653-1654 годов и окончательно уже затем документально утверждается в 1667 году и окончательно в титулярнике 1672 года, где дается подробнейшее описание гербу Московского царства. Итак, как же, откуда же, при ком, когда появляется вот данный ценнейший артефакт. Итак, Саранский город, Саранская крепость была срублена изначально в 1641 году. Первым воеводой города был князь Савель Иванович Козловский из рода смоленских князей. Тогда город был небольшим, крепость была шестибашенной, было четыре угловых глухих ноугольных башни и две проездных или проезжих башни, как это писал в 17 столетии. Главной башней была Спасская башня. Свое название Спасская башня получила по стоящему рядом Спасскому собору. Изначально, когда крепость была срублена в 1641 году, первой церковью была деревянной Знаменской, а между 1641 и 1651 годами в Саранск был перенесен из вотчины князей Голицыных древний образ Всемилостивого Спаса. И вот тогда-то был срублен Спасский собор, и икона Всемилостивого Спаса станет главной святыней города вплоть до Великой Октябрьской революции. Тогда же по находящемуся рядом Спасскому собору и башня получила свое название. Башня была самой высокой в городе. Она была шестигранной, и высота ее составляла почти 30 метров. То есть это самое высокое строение в Саранске 17 века. Башня имела, кроме трех или даже четырех ярусов боевого хода, имела особую смотровую вышку, и на ней также были расположены часы. Огромнейшая редкость для пограничных городов 17 столетия. А сверху вот ее шпиль предположительно около 1653 года украсил вот такой великолепный двоеголовый орел. А вот на 1653 году произошло знаменательное для города событие. Центр управления засечной чертой, а Саранск был крепостью на засечной черте, переезжает из Атимара в Саранск. И Атимарская, Инзерская и Шишкеевские крепости становятся вспомогательными крепостями саранского города. А Саранск уже называется городом и становится центром уезда, куда также переезжают и церковные власти. На шпиле Саранской Спасской башни данный орел располагался, вот находился с 1653 приблизительно года, потому что именно в этом году не только Кремль был пристроен, то есть добавилась нижняя часть города, так называемые Нижние Тарасы, и город стал девятибашенным и перешагивая через речку Саранку, но и вот возвысился в своем статусе как центра управления чертой. И черта стала называться Саранской. На Спасской башне орел находился до самого разбора Кремля. Нужно сказать, что Саранский Кремль прослужил 140 лет и был разобран около 1781-82 годов. Вот данная дата, она берется из той датировки, которая выбита на кресте. На оборотной стороне креста стоит дата 1782 год и ЕС, латинские буквы, то есть Екатерина Секунда, Екатерина II. Что же происходит к этому времени? Деревянный Спасский собор в 1685-1695 годах был заменен на каменный. Это второе каменное здание в городе после Саранской, Стрелецкой и Аннобогословской церкви. Поскольку Спасская башня имела вестовые колокола, то долгое время предположительно использовалась и как колокольня Спасского собора. Поэтому Спасский собор стоял без колокольни. И только в галантном восемнадцатом столетии при императрице Екатерине II было окончено строительство колокольни. В это же время Кремль совершенно обветшавший и во многих местах уже развалившийся, потому что, как показывают документы 1740-х, 50-х годов, что во многих местах Кремлевская стена уже упала от ветхости, потому что она была деревянной и за 140 лет служба, конечно, пришла в негодность. Тогда же было принято решение, поскольку граница далеко-далеко ушла на юг и полностью разобрать Кремль уже за ненадобностью. Кремль разбирается, но Орел настолько полюбился горожанам, что было решено водрузить его на колокольню, строящую новую колокольню, строящуюся Спасского собора. И произошло это в 1782 году. Что же случилось? Дело в том, что, согласно Геральдике, между двумя головами должна была находиться третья корона. Шпиль с третьей короной был вынут. И вместо этого шпиля Орел был вмонтирован в основании креста и вознесен на колокольню Спасского собора, которая и простояла до 1932 года, до полного уничтожения. Когда в 1932 году большевики разбирали уже третий по счету Спасский собор, который был воздвигнут в 1886 году, потому что каменный Спасский собор 1695 года сильно пострадал в пожаре с 1852 года, когда разбирали уже третий по счету каменный Спасский собор и колокольню. Тогда, благодаря тому, что в городе существовала легенда, что данного Орла вместе с крестом подарил будущему Саранску Иван Грозный, вот этот Орел с крестом, и попал в Краеведческий музей, где их хранится с 1932 года. И является безусловной гордостью нашей коллекции, как единственный из орлов 17 века, который некогда украшал главные башни, главные парадные въездные ворота крупных городов Московского царства, единственный из сохранившихся. Поэтому этот Орел очень любим горожанами на протяжении уже более чем трех сотен лет.